здравствуйте сегодня мы поговорим о линзах для старых телевизоров но у многих кто не знаком с ранними моделями телевизора может возникнуть резонный вопрос а зачем нужны эти линзы ну поэтому я начну с одного старого незавершенного проекта который я делал наверно на рубеже двухтысячных годов конец девяностых начала двухтысячных тогда мне удалось разыскать старый телевизор квм он был в ужасном состоянии шасси все электроника совершенно полностью сгнили корпус был тоже не очень и мне один знакомый заново отфанировал корпус я поставил новую ткань и еще у меня была затея в окошечко вставить маленький lcd телевизор для автомобильные такие черно-белый телевизор раньше выпускались я его хотел вставить в это окошечко ну вот как видите проект завис где-то у меня лежат и ручки от телевизора которые остались и где-то лежит телевизор но возвращаться к этому проекту в ближайшее время я уже не планирую так вот сложилась жизнь потому что тогда я был гораздо моложе и было гораздо больше энтузиазма а сейчас уже как все это поугасло но вот остался такая вот модель я вставил под стекло картиночку такую старую советскую фотографию агрессора вон из вьетнама вьетнам победит конечно она гораздо более позже чем появились эти телевизоры но тем не менее как-то отображает ту эпоху и кстати моего дедушки когда-то давно был такой телевизор с лизой но теперь перейдем собственно говоря к тем лизам которые есть в моей коллекции и так вот это вот первая модель и которую мы с вами увидим значит лиза это не помню тоже где покупал но это действительно реально очень похоже на ту лизу которые стояли у квн их обычно заполняли глицерином но иногда заполняли водой но вот в частности это лиза была когда давно заполнена водой вода успешно высохла внутри остался налет но теоретически это можно все современными препаратами отмыть и сделать так чтобы это лиза нормально работала значит лиза стеклянная вот даже мне достались две направляющие вот я не могу сказать эти направляющие родные или нет но вот в таком виде она мне досталась вот и сейчас мы поставим ее к телевизору и посмотрим как это выглядит все вместе ну вот и одна из линз выглядит примерно вот так вот когда ее поставишь на телевизор немножко мне кривовато получилось но в принципе можно закрепить ее более-менее ровно и вот так вот смотрели эти телевизоры естественно если в лизу налить глицерин или воду то увеличение будет значительно больше вот с такими линзами раньше и смотрели эти телевизоры но как рассказывают старшие что если у кого-то был даже такой телевизор с маленьким экранчиком в бывших коммуналках почти весь народ собирался на какие-то значимые передачи как-то например футбольные матчи ну вот другая модель линзы тоже круглая но это уже сделано из оргстекла лиза вот ну в общем я так предлагаю что это более поздняя модель или может быть это уже такая модель артельная вот тут наверху вот видите это для заливки вот а это вот здесь крепежи той с другой стороны на вот вертикальные стойки но у меня была тоже затея из этой разобраться с линзой сделать стойки где-то у меня даже валяются из нержавейки соответствующие заготовки стержни круглые из нержавейки с тех пор но даже не знаю нигде стержни и вряд ли в обозримом будущем буду чего-то гнуть вот и сейчас мы посмотрим еще одну модель который есть моей коллекции из линз последнюю но и вот эта последняя модель из моей коллекции линз для телевизоров вот видите она тут даже снаружи покрашена такой золотистый крас имеет больше другую форму и немножко больший размер в общем так как у нас выпускалась в ссср несколько моделей телевизоров с маленькими экранами это вполне возможно что это не круглая модель уже для какой-то какого-то другого телевизора но здесь даже нету как видите крепежей только дырки остались и затычка для воды глицерина тоже так сказать утеряна это в общем то не проблема но опять же как я уже говорил вряд ли я уже в обозримом будущем буду возвращаться к этому проекту и может быть кто-то уже после меня когда-нибудь возьмется все это дело воплотить жизнь но вот такой маленький обзор про линзы для телевизоров спасибо вам большое на этом все до свидания до новых встреч